В современном русском языке принято разделять имена существительные на собственные и нарицательные. Давайте разберемся, какие же слова мы относим к собственным именам существительным, а какие к нарицательным. Например, слово «город» – нарицательное. Словом «город» можно назвать любой город на планете. А слово «москва» – собственное. Москва – название столицы нашей Родины. Река – нарицательное, а Волга – собственное. Рек в мире много, а Волга – одна. И как у каждой реки, у нее свое, собственное, только ее имя. Слово «богатырь» – нарицательное. Так мы зовем героев русских былин. Богатырем мы можем назвать человека очень большой силы, стойкости, отваги. А Илья Муромец – имя собственное. Слово «собственное» произошло от слова «собство» – свойство, своеобразие. А слово «нарицательное» – от глагола «нарицати» – называть. «Нарицательные имена существительные» – это общее название для всех однородных предметов и явлений. «Собственные имена существительные» – это название отдельных лиц единичных предметов. К собственным именам существительным относятся фамилии, имена, отчества людей и клички животных, географические названия, названия планет, звезд, спутников, названия праздников, названия газет, журналов, произведений литературы, искусство. Нарицательные существительные легко могут становиться собственными. Например, кот-бегемот, кролик-кочерыжка. А собственные – нарицательными. Например, слово «хулиган». Когда-то это была фамилия английской семьи, которая имела крайне прискверную репутацию. Дурная слава о хулиганах разлетелась по всей Англии. И вскоре так начали называть всех городских озорников. Аксерокс. Сейчас мы называем так любое устройство для копирования документов. А раньше это было только название фирмы Ксерокс, которая первая привезла в Россию эти копировальные устройства. Запомните! Имена собственные следует писать с заглавной буквы. А имена собственные – названия газет, журналов, произведений литературы и искусства – с заглавной буквы и в кавычках. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...